В эфире информационная программа День города. В студии Алена Куклева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Трупы крупного рогатого скота на берегу реки. Очередной факт нарушения захоронения биологических отходов выявили прокуроры. До начала учебного года меньше месяца. Безопасность детей – задача номер один. От праздника к празднику завершаются пятые торговские чтения и начинается подготовка к рязанским сматринам. Жители военного городка в Дягилеве продолжают борьбу против строительства многоэтажки. Почему в администрации города их не слышат? Август переживают свою середину. Близится новый учебный год. А значит, что юные рязанцы возвращаются с каникул и начинают подготовку к школе. Особое внимание в этот период на безопасность детей. Все силовые структуры и транспортники в течение двух месяцев с первого сентября будут обращать особое внимание на детей. Особо внимательно с первого сентября в течение двух месяцев обращать внимание на наших детишек, потому что они должны еще привыкнуть адаптироваться к этой системе. Нам нужно сегодня, с первого сентября, начиная заниматься нашими детишками, школьниками и тем же самим студентами, которые находились в лагерях, в разных домах, отдыхах, немножко отвыкли от системы безопасности. В Рязани к началу учебного года проверяют и школьные автобусы. Инспекторы ГИБДД оценили техническое состояние четырех транспортных средств, которые осуществляют перевозку детей. Дальний свет! Поморгай! Исправность светового оборудования, наличие на каждом сидении рабочих ремней безопасности, оснащенность средствами пожаротушения – все это залог безопасности школьников, которых с начала учебного года начнут перевозить эти автобусы по нашему городу. Подобный специализированный транспорт изначально выпускается с ограничителями скорости и тахографами, которые регистрируют скорость движения, режим труда и отдыха водителей. Ну а сегодня задача сотрудников госавтоинспекции, Ространснадзора и прокуратуры проверить исправность всех систем. Что проверяется? Это техническое состояние этих автобусов, оснащенность их, документация необходимая. В частности, у водителя смотрится водительское удостоверение, соответствующие категории наличия, наличие лишений права управления транспортным средством. Также смотрится наличие полисов ОСАГО, наличие тахографов. Также проверяется исправность громкоговорящих устройств. Звук в салоне. Раз-раз. Раз-два-три. Хорошо. Кстати, громкоговорящие устройства в школьных автобусах установлены не только в салоне, но и вне его. Это делается для того, чтобы водитель мог предупредить вышедших на улицу уже школьников о опасности, которых может подстерегать. По итогам проверки было установлено, что в целом автобусы готовы к трудовым школьным будням. Проверяющие выявили небольшие неисправности, которые были устранены на месте. Безопасное захоронение биоотходов. Этот вопрос летом особенно актуален. Под угрозой оказывается здоровье жителей области. Проблема утилизации биологических отходов в нашем регионе всегда стояла остро. Очередной рейд природоохранной прокуратуры выявил опасные нарушения в сфере утилизации трупов крупного рогатого скота. Прокуроры обнаружили скотомогильники в Захаровском и Михайловском районах. Особую опасность представляют несанкционированные захоронения в Захаровском районе. Там выявили факт захоронения туши животных в водоохранной зоне на берегу одной из рек. Выявлены предприятия, которые размещают биологические отходы непосредственно за пределами своих производственных территорий. Не огороженные территории. Обеспечен доступ неопределенного круга лиц. Поэтому, естественно, когда мы увидели туши животных, полуразложившиеся и неедничные факты находятся на территории, естественно, будут приняты жесткие меры прокурорского регирования. Жители военного городка в поселке Дягильва продолжают бороться против строительства многоэтажки. Дом возводят на территории парка. Единственное здесь зеленые зоны. Но большее волнение у людей вызывает тот факт, что многоэтажку планируют подключить к общей системе водоотведения. Подробнее Роман Дворецков. История застройки зеленой зоны в военном городке получила продолжение. Жители дома 28 по улице Белякова в четвертый раз пригласили на встречу чиновников и представителей фирмы-застройщика, чтобы разобраться в ситуации. Напомним, что ранее на придомовой территории началась вырубка зеленых насаждений с целью очистить площадь для строительства двух десятиэтажных домов. Активисты серьезно подготовились. Они приготовили документы для жильцов, которые еще не знали про запланированное строительство. По их словам, рязанские власти не собираются останавливаться на застройке поляна возле дома 28 и части парка двумя высотками. А готовят под застройку почти всю территорию авиагородка. Если вы посмотрите, здесь представлен наш аэродром Дягилева и территория, где находится воинская часть, и территория, где мы живем, где находятся наши жилые дома. Оказывается, в городе уже давно распределили, что аэродром будет коммерческого назначения. Но и на эту встречу представители администрации города не явились. На собрании был начальник отдела по работе с населением префектуры Московского района Валерий Бодров. По его словам, никто из высокопоставленных чиновников не смог прийти на встречу с жителями из-за рабочего визита секретаря по безопасности РФ Николая Патрушева. Ранее активисты встречались с руководителем фракции КПРФ Рязанской области Петром Пыленком. Однако решения проблемы так и не нашлось. Каждая страна осталась при своем мнении. А между тем, недовольство жильцов растет с каждым днем и до сих пор остается неизвестным, как даже состоится встреча жителей военного городка и администрации города. Рязань сегодня приняла участие в автопробеге в честь 90-летия организации ДСААФ. Пробег объединил все регионы страны, а также Белоруссию и Казахстан. Его общая протяженность составляет 12 тысяч километров. Этим утром на площади Победы был дан старт масштабному автопробегу. Он посвящен 80-летию Рязанской области и проходит при участии ДСААФ, которая в этом году отметила свой 90-летний юбилей и преследует автопробег весьма почетную цель. Мы доставим священную землю с места начала контрнаступления советских войск с Паяркова. Капсулированные гильзы сегодня будут вынесены на нашем мероприятии и мы их будем доставлять завтра на Бородинское поле для последующей доставки в Минск на линию Сталина. Уже сегодня участники автопробега отправились по маршруту Рязань-Михайлов. В планах путешественников посетить другие города и завершить пробег на Бородинском поле. Протяженность всего маршрута составляет 12 тысяч километров, а его продолжительность 45 дней и ночей. Кроме ДСААФ в пробеге принимают участие ночные волки. Они будут сопровождать автомобильную колонну на всем пути ее следования. Меня очень радует то, что к нам на наши мероприятия вместе совместно с ДСААФ пришло столько студентов, поддержали и видно по их лицам и по их глазам то, что они не просто так сюда пришедшие, а у них есть какая-то крупинка вот этого противопатриотизма в их душах. Несмотря на довольно жаркую погоду, в начале дня на старт автопробега пришло немало представителей общественности и студенчества. И вместе с высокопоставленными чиновниками возложили цветы к монументу победы. В Рязани в эти дни прошли пятые торковские чтения. В рамках фестиваля состоялась творческая встреча с народным артистом России, кинорежиссером Вадимом Абдрашитовым. На ней побывал мой коллега Валерий Седов. 17 августа завершаются пятые торковские чтения. В заключительный день рязанцы смогли встретиться с народным артистом России Вадимом Абдрашитовым. Он был лично знаком с великим режиссером. Андрей Тарковский замечательно выдающийся, знаменитый отечественный кинорежиссер. Автор многих картин, выдающихся, чрезвычайно интересных. Но мне ближе, мне лично, как режиссеру и как зрителю, его работы первое, «Иваново детство» и «Андрей Рублев». Там я вижу полнокровных людей, я там вижу характер, я вижу судьбы. На Вадима Абдрашитова большое впечатление произвела аудитория торковских чтений. Проходили они в поселке Мясном, ведь именно там у мэтра был свой дом. Также в первый день было показано несколько фильмов молодых коллег, которые доставили режиссеру настоящее удовольствие. Вадим Абдрашитов рассказал зрителям, какие фильмы последнего десятилетия произвели на него большое впечатление. Вот братья Дардены. Очень существенно составляющие сегодняшнего кинопроцесса. Замечательные режиссеры. Оригинальные, своеобразные. Со своим каким-то довольно, не хочу сказать странноватым, но особым языком. После ответов на вопросы слушателей Вадим Абдрашитов представил свой фильм «Время танцора». И хоть он вышел на экраны кинотеатров 20 лет назад, его актуальность, по мнению режиссера, не теряется. Можно смело утверждать, что такая встреча зрителям запомнится надолго. Еще один фестиваль. Визитная карточка региона. Рязанские смотрины. До праздника кукольного искусства остается чуть меньше месяца. Поэтому в четверг организаторы приоткрыли завесу тайны и рассказали о том, что зрители увидят в этом году. 16-й фестиваль. 16 участников, 18 спектаклей, около 300 человек, которые приедут со всей страны и из-за рубежа. Примерно так выглядит фестиваль «Рязанские смотрины» в цифрах. В этот раз в наш город приедут театральные коллективы из Болгарии, Испании, Словении, Белоруссии, Луганска, а также из восьми городов России. В очередной раз «Рязанские смотрины» станут ярким событием, которое порадует зрителей и послужит отличной школой для участников. «Рязанские смотрины» – фестиваль особый. Это и праздник творчества, это и уникальный формат, который не повторяется и не повторялся нигде и никогда. И хоть называется он не конкурсным, но мы понимаем, что просто попасть в афишу этого фестиваля – это значит уже победить, поэтому все становятся лауреатами. Фестиваль «Рязанские смотрины» является самым крупным и одним из старейших в нашей стране. Впервые он прошел в 1989 году, и участие в нем приняли всего лишь три театра. Вот, кстати, самая первая афиша «Рязанских смотрины», которую Валерий Шацкий продемонстрировал журналистам на пресс-конференции. Тогда я вижу, что еще не родился наш традиционный символ Петрушка, глядящий в зеркало, но что-то ерническое уже в нем тогда было. Он подмигывает одним глазом этот скомарок, дескать, верьте мне, люди, но что-то тут не так. Вот в каждой доле истины есть доля шутки, или в каждой шутке есть доля истины. «Европа – наш общий дом» – таков был девиз первого фестиваля. А в этом году он звучит следующим образом – «Кукольники всех стран, объединяйтесь». Действительно, кукольное театральное искусство можно назвать не только самым инновационным, но и революционным. Так что в этом году лидером фестиваля станет вот такой Петрушка, призывающий всех за собой в светлое будущее, а иначе сказать – в куклинизм. Именно таковую Петрушку авторской работы Анны Лощук получат все участники фестиваля. К нему будут прилагаться дипломы, выполненные в технике гравюры, которые подготовил Михаил Шелковенко. Фестиваль торжественно откроется, традиционно во вторую субботу сентября. Спектакли можно будет увидеть на пяти площадках города, но а билетов уже осталось очень мало. Так что желающим насладиться кукольным театральным искусством стоит поторопиться. Первый рентгеновский снимок был сделан более 120 лет назад. В то время это был настоящий прорыв для медицины. Тем не менее, лучшевая нагрузка, которой подвергались пациенты, давала определенные ограничения на исследование. Снизить вред для организма смогли в научно-клиническом центре гематологии и онкологии Рязанского медуниверситета. Глубокий вдох и главное – задержать дыхание. Первый снимок, который был сделан изобретателем рентгена – это кисть его жены. В стародавние времена, чтобы его проявить, нужна была настоящая лаборатория. Прогресс не стоит на месте. В научно-клиническом центре гематологии, онкологии и иммунологии появился новейший аппарат – General Electric Proteus. Одно из самых главных его преимуществ – это низкая доза облучения. Снимок проявить так же просто. Никакой химии, никакой лаборатории, как фотоаппарат. Сняли – картинка на экране. Ее можно тут же отправить в электронную почту. Ее можно сохранить на жесткий диск, на флешку пациента, на жесткий диск, как угодно. Архивные базы данных создаются очень легко, ведь хранить электронные данные куда проще. К тому же готовый снимок можно тут же передать по электронной почте. Даже при обычной флюорографии вместо привычного маленького кусочка вам выдадут целое рентгеновское исследование. Сам по себе аппарат очень универсален. Это выявление ухолей различных, в том числе мягких тканей, костей, головного мозга. И, безусловно, это гемография всех костей. Своночник, кости черепа и все другие кости, какие у нас, в общем-то, человек имеется. Не устояла от проверки на новейшем оборудовании и наша съемочная группа. Результатами мы остались довольны. Пройти обследование может любой желающий. Доступно это не только как платная услуга. Получить снимок можно и пользуясь страховым полисом. Поэтому любой желающий может пройти рентгеновское исследование на новейшем аппарате. И на этом у меня все. Новости также смотрите на нашем сайте mgord62.tv. Увидимся с вами уже завтра. А пока желаю хорошего завершения дня. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Субтитры сделал DimaTorzok